Привет, друзья! Ой, ну сегодня, наверное, одно из моих любимейших видео будет, мне просто не терпится вам показать всё и рассказать то, что сегодня у нас на экране с вами. Это Брейдинг-виллэдж, английская деревня, Брейдинг называется, самая старая, пожалуй, деревня на острове Уайт, одна из самых интереснейших деревень, хотя она и маленькая, но она основана была ещё римлянами и датируется где-то 630-650 год. Здесь настолько много всяких разных старинных домов, старинных достопримечательностей, что, в общем-то, наверное, вы знаете, мне не хватит одного видео, чтобы всё это вам перечислить, друзья. Ну, у Брейдинга всего лишь навсего население чуть больше двух тысяч человек, но, тем не менее, здесь столько достопримечательностей, что позавидует даже самый огромный город. И я не буду вас долго томить, а покажу вам сразу первое из них. Вот можете догадаться, не читая, что это такое. Посмотрите. Это вещица сохранена в первозданном виде и на самом, том же самом месте, на котором она и стояла ещё со средних незапамятных времён. Это называется булл ринг или кольцо быка. Вот именно здесь, на площади центральной, перед ратушей городской, проводились такие бои быка с собаками. Или называлась это травля быка. Воистину жуткий кровавый спорт. Это такая английская коррида, где бык привязывался вот к этому кольцу. Примерно на цепь длиною 10 метров. Огромный бык. И он затравливался собаками, английскими бульдогами, которые и были выращены специально для этого. И вот, кстати, бульдог переводится как бычья собака, буллдог. Так вот, староанглийский бульдог был выведен специально для вот этого вот мероприятия травли быков. Но травля быков практиковалась не только как развлечение. Давно существовало мнение, что вот такая травля, она улучшает качество и нежность мяса быка при употреблении. Очень странно. Но вот, слава богу, что к началу 19 века этот вид спорта начал вымирать. Очень многие горожане были недовольны, англичане, жестоким обращением с животными. И вот в 1820 году прекратились эти бои. Здесь у нас, в Брединге, и вы знаете, надо отдать должное англичанам, что они не забыли быка. Чаще всего говорят о вымершей породе собаки, староанглийском бульдоге. Но ведь и бык пострадал. И вот здесь, в центре, рядом с этим кольцом, в Брединге стоит также памятник быку. В 1835 году в Англии уже был издан закон о запрещении полном вот этих вот боёв с быками и собаками. Чего, к сожалению, не скажешь об испанской кориде. По-моему, корида испанская до сих пор существует. Вот это вот страшное издевательство над животными. А ещё вы слышали, что говорят, что когда приезжают русские туристы в Испанию, посещают кориду, то их сажают в отдельные трибуны, на отдельные места, потому что они болеют не за Тореадора, а именно за быка. Не знаю, правда это или нет, но это интересно. В 21 веке современному человеку, конечно, не понять всех этих страстей, как мучить, возможно, животных. Но вы знаете, если мы вернёмся к этим страшным средневековым традициям, вот я хочу вам показать здание. Вот красный кирпич, видите, это здание бывшей старинной ратуши. И посмотрите внизу, это не что иное, как тюрьма. Сейчас поближе я вам покажу, как она выглядит, эта тюрьма. В самом центре, опять же, на центральной площади города Брейдинг, вот на всеобщее обозрение, здесь приковывались к позорному столбу какие-то провинившиеся люди. Говорят, что в средние века это было очень распространённое явление, но к позорному столбу они приковывались не просто так, а вот при помощи колодок. То есть там шея и руки человека в эти колодки заковывались, и он так несколько дней стоял на потеху проходящей публики. И, вы знаете, очень нравились такие зрелища горожанам, и чаще всего они ещё и принимали участие в травле этого человека, закидывали его грязью, камнями, и что там им ещё под руку попадётся. И вот опять интересно то, что, видите, вот это всё специально здесь сохранено и выставлено, наверное, в назидание потомкам. Но не всё так страшно в городе Брейдинг. Я начала с каких-то ужасов, но, друзья, уверяю вас, что здесь ещё масса других диковин. Вот, например, смотрите. Это называется малюсенькое здание Лилипут Долл Эн Той Мюзеем. То есть, если переводить дословно, то Лилипутский музей кукол и игрушек. Я там внутри никогда не была. Сейчас он, к сожалению, закрыт. Но вот не знаю даже, как точно перевести. То ли это куклы-игрушки для Лилипутов, то ли это просто малюсенькие куклы. Была бы внутри, рассказала бы вам. Но вот сейчас я только вижу объявление, что написано, что этот музей, он переводится ещё и в другое здание, более большое, потому что содержит более двух тысяч экспонатов. Но и это ещё не всё, друзья. Здесь же, на этой самой улице, вот в этом здании, был раньше музей и выставка восковых фигур. Вы не поверите. Восковые фигуры делались там же, в восковой мастерской. Впервые этот музей открылся в 1965 году. Просуществовал 40 лет до 2005 года. К сожалению, закрылся из-за малого количества посетителей. И все восковые фигуры были распроданы на аукционе. Вот одна из них, из таких восковых фигур, находится здесь рядом, в старинном коттедже, в котором мы тоже побываем с вами, называется «Валентин Грей». Там написано «Чимнисвип» 1812 и 1822 год. Трубочист Валентин Грей. Я понятия не имею, кто это такой, что за персонаж. Я не смогла найти никаких сведений о нём. Но, зная историю английских трубочистов, я слышала, что набирали мальчиков-сирот для этой работы. Возможно, что-нибудь связанное с этим опять. Ну и, наконец, основное, что я хотела вам показать. Вот этот вот старинный коттедж-особняк приходского священника, на котором есть мемориальная доска. И написано, что этот особняк, самый старый на острове, был построен в 1228 году. Там проживала семья приходского священника. И до сегодняшнего времени этот коттедж сохранился в первозданном виде. Здесь соломенная крыша у него выглядит, скажем, прямо не очень хорошо. Скорее всего, что они её не меняли уже, наверное, лет 40. Ну, про соломенную крышу, друзья, те, кто хочет послушать более подробный и интересный мой рассказ, будет для вас буквально в следующих, в одних из следующих видео. Вот я поворачиваюсь от этого коттеджа. Обратите внимание, с этой стороны сразу такая английская тоже церковь старинная. Очень популярная архитектура для английских церквей. Мы можем внутрь зайти, но это будет попозже. А сейчас я всё-таки хочу с вами зайти сюда, во двор этого старинного коттеджа, и посмотреть, как здесь всё выглядит. Я здесь не была. Будем с вами вместе впервые всё это наблюдать. Посмотрите, какой здесь двор живописный. И опять же, посмотрите на этот шикарнейший коттедж. О, фантастика! Вот с этой стороны, конечно, солнце сейчас освещает. Видно классно. Жаль, что не видно с другой стороны. Как я только зашла, вы видели, сразу солнце ударило мне в объектив. Поэтому не всё смогу показать вам. Но всё-таки, даже то, что смогу показать, я надеюсь, вам будет интересно. Посмотрите, друзья. Как здорово! Это колодец старинный. Он ровесник здания этого, сохранившийся. Но он, конечно, для безопасности закрыт сеткой, вы видите. И вот там ещё такой, типа фонтана. Наверное, использовался раньше для питьевой воды. Но сейчас просто как фонтан. Смотрите. Надпись. Надпись какая-то странная. Там написано, что-то стёрто-стёрто. А потом написано, кто умер в... И опять всё под водой не видно. Ну, может быть, мемориал какой-то. Не знаю. Ещё один напротив. Небольшой коттедж. Ох, сколько тоже видели эти камни. Вы посмотрите, это же бойница, друзья. Это бойница. Посмотрите на эту старинную дверь. Я думаю, что мы здесь с вами по полной программе должны всё это рассмотреть. Здесь с любого ракурса великолепный вид. Ещё одна старинная дверь. И ступеньки наверх. Поднимаемся мимо окна. Тоже старинного. Вы видите, всё сохранено в первозданном виде. Как это классно, что англичане могут вот так вот бережно относиться к своей культуре. Mind your head написано. Видите, потому что очень низкие потолки. Посмотрите, мне с моим ростом метр шестьдесят пять приходится наклоняться. Mind your head. Ну, эту фигуру мы уже видели с вами. За этой дверью студия арт-галерея. Ну, сейчас, конечно, ковид, всё закрыто, да? Вот кое-что здесь осталось. Посмотрите. Прелесть какая. И даже бабочка залетела ненароком. Ой, посмотрите, какое красивое зеркало. Пойдёмте посмотрим дальше. Вот ещё одно зеркало. Арт-галерея. А вот эти окна тоже представляют огромный интерес. Если они продаются на аукционе, то можно очень хорошую цену спросить и получить за них. Я знаю, что начальная цена около ста-двухсот фунтов. И дальше она поднимается. Любители, которые разбираются в старине, очень ценят вот такие вот старинные витражи. А я хочу пройти с вами по второму этажу здесь и ещё показать вам. Ох, как красиво. Вот это называется «Я не зря зашла». Я могу только единственное сказать, что я первый раз сама здесь. Как много этих мест английских открывается вдруг, неожиданно. И я рада, что я могу их показать все вам. Вы знаете, друзья, вот я сколько раз удивлялась тому, что всё, что есть вообще в Великобритании, в частности в Англии, там на материке, всё это сконцентрировано здесь, на острове Уайт. Всё можно найти. Вот я, например, иногда, ну, не хочу хвалиться, конечно, но иногда я открываю и смотрю других блогеров английских, которые живут непосредственно на материке в Англии, даже, может быть, в какой-то деревне, тоже в деревне. Но вот, знаете, они показывают совершенно какие-то улицы обычные, не очень интересные. Если какая-то вдруг старина, то это так преподносится, как сюрприз. На канале одно-единственное видео с прекрасной, красивой деревней. А у меня, посмотрите, друзья, ну, это просто фантастика сплошь. Спускаемся вниз. Я вам показала уже вид туда красивейший. И мы вышли снова во дворик. Вообще огромная территория. Сейчас, вы видите, она сдаётся. Сдаётся тоже мелким предпринимателям. Старинное здание. Арки кругом. Вот такой супер сегодня мы с вами посмотрели. Хотела показать вам ещё и ресторан. Вы знаете, к сожалению, он, по-моему, закрыт. Да. Вообще ресторан работает. Просто, наверное, он открывается либо вечером, либо уже только выходные. И здесь на выходе вот такая телега ещё. Тоже старинная. Брейдинг-виллдж. Раньше была деревней мастеровых и художников. Лавки всевозможные, маленькие. Они здесь в огромном количестве нагромождались одна на другую. И сейчас продолжают их использовать практически точно так же. Вот посмотрите. Косметик скин-центр Кларис. Вот это вот здание Чапол. Старой часовни. Сейчас используется как школа танцев. Дансинг-класс. Церковь английская. Старинные очень калитки. Я сейчас зайду. Здесь покажу вам поближе всё это. Всё эту фантастическую старину. Это английский мемориал крест-памяти воинам, погибшим в войне в Первой мировой. 1914-1919 год. Посмотрите. Чаще всего такие мемориалы, они расположены именно возле церквей. Ну и, конечно же, старинное кладбище вокруг церкви. Конечно, это уже явление такое постоянное, распространённое. Всегда раньше кладбища находились рядом с церквями. Церковь Святой Марии. Здесь мы можем прочитать всю информацию и о церкви Святой Марии, которая, как я понимаю, в 680 году была основана. Но подробно об этой церкви, о римской вилле, которая здесь тоже есть, и о многом-многом другом во второй части моего видео, друзья. А вот эти вот остатки тыкв всевозможных напоминают нам о том, что два дня назад у нас был Хэллоуин.